В ООН призвали создать ГУМ-коридоры для вывода людей из зоны боев в Триполи 1551 AFP 2019 Мамад Туркия Силы, подданные правительству надсогласия, поддерживаемым ООН, прибывают в пригород ливийской столицы Триполи. 6 апреля 2019 года AFP 2019 Мамад Туркия Женева, 30 апреля новости Елизавета Исакова Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала к немедленному прекращению огня в Ливии созданию гуманитарных коридоров для вывода гражданских лиц из зоны боевых действий в Триполи. Видеообращение Бачелет распространила пресс-служба Женевского офиса ООН. Существует срочная необходимость создания безопасных гуманитарных коридоров для вывода подавших в ловушку мирных граждан. Поэтому я хочу призвать к незамедлительному прекращению огня и возобновлению политического процесса, заявила Бачелет. Верховный комиссар ООН выразила глубокую обеспокоенность использованием в Ливии тяжелой артиллерии и авиаударов в густонаселенных районах. Она напомнила, что непропорциональные атаки и использование взрывчатых боеприпасов в местах проживания мирных граждан является нарушением международного гуманитарного права. 13-16. Более 42 тысяч человек покинули свои дома из-за боев в районе Трипали. Бачелет также призывала незамедлительно освободить беженцев, которые содержатся в специальных центрах в районе Трипали. Ранее с аналогичным призывом выступило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По данным УВК БООН, в таких центрах в настоящее время содержится по меньшей мере 3300 человек. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Трипали для освобождения от террористов. Лояльные правительству в Трипали вооруженные формирования объявили о начале ответной операции «Вулкан Гнева». По данным Всемирной организации здравоохранения из-за боев в районе Трипали в Ливии с 4 апреля пострадало 1997 человек, 345 погибло, 1625 ранено. Из них 22 погибших и 74 раненых среди гражданского населения. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластье. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Трипали, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сараджи. Власти восточной части страны действуют независимо от Трипали и сотрудничают с ливийской национальной армией. 28 апреля, час 58 армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Трипали, сообщают СМИ.